А вот на дорогах ситуация иная. Пока автоледи уступают мужчинам. Это подтверждают сотрудники ГИБДД. Кстати, сегодня инспекторы вышли в необычный рейд. Они останавливали женщин не для того, чтобы наказать, а для того, чтобы поздравить. В акции приняли участие и наши корреспонденты. Репортаж Константина Кравцова. От внимательного взгляда начальника Абаканской ГИБДД не уйдет ни одна автоледи. Сегодня особая задача по выполнению плана – одарить комплиментами и цветами женщин за рулем. Ну и заодно напомнить о правилах на дороге. Надеюсь, что вы никогда не будете нарушать правила дорожного движения. До свидания, удачи. Скажите, неожиданно? Очень неожиданно. Давно не остановляли. Разумеется, у автоинспекторов свой взгляд на прекрасную половину человечества. Точнее, на меньшую ее часть за рулем. По итогам прошлого года в Хакасии права получили 7614 женщин. Это всего 34% от общего числа. Практика показывает, автоледи действительно более усидчивы. Но чаще мужчин отвлекаются на разговоры по телефону и чаще спешат прижаться. И не к мужскому плечу, а к бамперу автомобильному. По определенным видам дорожно-транспортных происшествий женщины больше совершают. Например, дистанция до впереди идущего автомобиля. К сожалению, женщины не всегда выдерживают эту безопасную дистанцию. Праздничный ажиотаж царит и в здании МРЭО. Это здесь регистрируются автомобили, выдаются удостоверения и цветы. Я, кстати, прав вообще не имею, но меня поздравили. Это еще более приятно. У нас в семье вводит муж. Меня за компанию расцеляли. Наших девочек прекрасных с 8 марта поздравляем. Много смеха и улыбок, счастья, радости желаем. Настоящий сводный отряд параллельно дежурит около 11-й школы. Не факт, что шестиклассник Данил станет полицейским, но уже понятно, он настоящий мужчина. А таких целая команда и не важен возраст. Главное – внимание. Чего еще нужно загадочной женской душе. К хорошему отношению мужчин, чтобы они воспринимали нас так же нормальными водителями, как и вы сами. Спасибо большое. Встреча с госавтоинспектором не всегда означает, что ее будут наказывать. Это означает то, что инспектор останавливает предупредить, рассказать, как правильно сделать, чего не нужно делать. Ну и, естественно, не нужно бояться ни нас, ни детей и быть очень аккуратными на дороге. И, несмотря на всю романтику, автоинспекторы напоминают, что в празднике будут нести усиленную службу за руль только в трезвом уме. Но сотрудники военной инспекции, пользуясь случаем, поздравили своих коллег-женщин. Ведь эти глаза не способны скрыть ни погоны, ни строгая форма. Константин Кравцов, Сергей Казьмин. Вести. Хакассия. Продолжение следует...